Общественные нормы Общественные нормы Какие вы знаете общественные нормы, которые надо соблюдать? Есть такие нормы, которые соблюдать надо, но если вы не будете соблюдать за них, не накажут А? Да, а есть такие нормы, которые соблюдать надо, но если не будете соблюдать, накажут Или могут наказать, и здорово. Вот надо их расклассифицировать нам и разобраться, какие нормы относятся к одной категории, а какие к другой. Так вот, начнем с тех норм, которые более суровые. Правильно? С тех, которые накажут. А кто наказывает у нас? Кто имеет право наказывать взрослых людей? Государство. Как орган класса. То есть класс правящий, на то он и правящий. Значит, он правящий, может наказывать. Скажем, не было этих дубинок. Раньше я вот в таком возрасте, как был, никогда не видел этих дубинок. Их и не было в природе. Потом придумал, вот новый класс пришел, новый старый. Придумал дубинки. И теперь могут на законном основании бить людей дубинками. Могут. Но на законном это значит не просто подойти и стукнуть. А если человек пошел не туда, а сделал не то. Или вот сейчас недовольны товарищи демократы, которые участвовали в превращении социалистического Советского Союза в капиталистическую Россию. Они очень активно участвовали и пришли к тому, что вот теперь не так запросто можно получить право участвовать в митинге. Значит, организовать митинг. Определите место, согласуйте с администрацией. Вот кто определяет, где проводить митинг? Вы или государство? Государство теперь определяет. Вот я как раз живу около Удельного парка. Всех отправляют ко мне туда. Там хорошо. В Удельном парке. Там белочки есть. Отлично. Но люди все отказываются. Хотим вот где-то, где, понятно, другие люди приходят. Митинг делается, чтобы обратиться к обществу. Ну и вот припирается, в итоге этих припирается, за кем решающее слово? За государством. Есть правила, организация митингов, значит, около всяких административных зданий. Нигде. Поэтому авиадиспетчеры, например, делали так. Вот есть здание Генеральной прокуратуры, они собрались вот там, надо им митинг сделать, потому что у них нарушался закон работодателям. А напротив, там, обычные здания и какие-то магазины. Вот они пишут, просим нам разрешение вот здесь митинг делать вот такого-то магазина. Дают. А потом они митинг устроили, приходит милиция, полиция. Как это вы тут напротив прокуратуры? Не знаю, вот у нас вот решение, вот дома мы здесь митингуем. Ну, ясно, все плакаты связаны с требованием в адрес прокуратуры. То есть надо еще и соображать, раз наказывают за нарушение, значит, надо, соответственно, организовывать так, чтобы не было такой проблемы. Впрочем, это довольно старая история, потому что, как рассказывает один студент, закончил в ГУС, и его направили на работу. А студент-физика направили его в Сибирь и сказали, вот приедете в такой-то город и там найдете атомный завод. А как же, говорит, я его найду? Ну, а вы и не спрашиваете атомный завод, вам никто не скажет, это секрет. Вы спросите, где церковь? И вот тогда вы напротив церкви как раз атомный завод. Вот его вооружили, он приехал в Сибирь. И видите, старушка идет. Ну, старушка-то точно знает, где церковь. Он говорит, бабушка, а где церковь? А это, сынок, на сопротив атомного завода будет. Вот и, так сказать, и секрет. То есть, есть нормы, которые вырабатывает правящий класс. Он вырабатывает их как? Демократически. Как он их формует? Сначала изберут депутатов. Нижние палаты, правильно? А в верхнюю палату так просто не попадешь. Выборов отдельно в верхнюю палату нет. В верхнюю кто-нибудь присылает. Главы администрации или главы законодательных собраний направляют в Совет Федерации. И вот в этой системе законодательной движения проходят все нормативные документы, законы. Сначала Дума обсуждает. После Дума они идут в высшую верхнюю палату, в Совет Федерации. А потом он будет прислание президента. Если президент не подписывает, а настаивает Федеральное собрание Российской Федерации, то оно может преодолеть вето президента двумя третями голосов общего собрания. Вот мы с этим с вами не встречались, но такое записано в законе. И тем самым показать президенту, что они главнее. Но пока мы этого не заметили. Чтобы это показывалось, поскольку у президента свои есть рычаги влияния на Думу. Как называются вот эти нормы, которые обязательно к исполнению? А за которые предполагается наказание? Правовые, да. А что такое право тогда? Раз уж мы с вами взялись выводить всякие общественные институты, учреждения, виды деятельности, выводить из интересов классов, то что такое право с точки зрения классового подхода, с точки зрения теории классов и классовой борьбы. Что такое право? Здесь очень короткое определение права, которое легко запомнить. Право – это возведенное в закон воля господствующего класса. Поэтому жаловаться на право и как-то не пристало. Но если есть в власти этого класса, так она реализуется в праве. Будет ваш класс в власти, будьте тогда правы, а правовые нормы вы устанавливаете свои. А сейчас будьте добры. Если принимается решение, что органы охраны порядка наделяются таким правом брать дубинку и бить тех, кто идет туда, куда не положено, то это и реализуется. Ответственности нет у них никакой. Или у нас вот нет смертной казни, да? Не совсем так. У нас смертная казнь в уголовном кодексе есть за убийство, за зверство всякого, терроризм и прочее. Но мы подписали конвенцию европейскую и не применяем эту смертную казнь. Поэтому раз не применяем, то судьи и не выносят такие приговоры. Какой смысл выносить? Хотя мы прекрасно знаем, что у нас существуют маньяки, которые по сотне человек могут убить, и после этого их никто к смертной казни не подвергнет, а просто если они убьют, детей каких-нибудь родителей, то вот эти родители пустят до конца жизни этого маньяка и будут его содержать. Содержание одного преступника, который приговорен к пожизненному заключению, это 30 тысяч долларов в месяц. Мало того, что родители лишены ребенка своего, но они будут еще и платить, и кормить, и содержать его. Такова картина на сегодняшний день. По-разному, в разные классы, в разных государствах решают. Вот возьмем Соединенные Штаты Америки, большую страну. Большая страна, большие проблемы, как вы понимаете. Ну, скажем, там норма позволяет легко получить оружие. У нас вот можно получить оружие, если у вас есть какая-то фирма, и эта фирма, эти люди, которые собираются получить оружие, прошли обучение на курсах частного охранника. Вот я вот прошел, у меня такая бумажка есть, что я прошел курс обучения на частного охранника. И на этом пока остановка. А дальше, если ваша фирма может оборудовать комнату для оружия, то вы, пожалуйста, оборудуйте, заплатите за это дело, и возьмите в аренду оружие. Какое? Ну, пистолеты Макарова. И будете вооружены пистолетами Макарова. То есть у нас, не так, что у нас нет вооружения, но у вас нет, потому что у вас денег нет. А у кого деньги есть, они могут все это сделать. Или просто. Зачем вам эту канительную, возьмите и наймите частную охранную структуру. А из кого эти охранные структуры? Раньше он был бандит, а теперь он имеет документы, что это частная охранная структура, и не надо ему рисковать с собой, он все время охраняет за это, получает деньги. Красота. То есть есть такая норма права? Есть. Вот у нас, скажем, я работал раньше в ВПК, прохожу, раньше там, понятно, везде был свободный ход в университете, идете и все. А тут он говорит, вы куда, вы к кому? Я говорю, я к себе. А к кому я иду? Ну, к кому я еще иду? Я этого охранников не видел, я в университете 63-го года. Он меня спрашивает, я к кому иду? А он кто такой тут вообще? Ну, вот я ему объяснил. Но тем не менее охраняет эта фирма. Вот летом мы ушли в отпуск, цветочки, компьютеры сниз, внесли под охрану этой частной структуры. Осенью приезжаем, из всех компьютеров все ценное вынуто там, диски соответствующие и прочее оборудование. А только скорлупа осталась. И этой частной фирмой весь лет простыл. Есть же такие фирмы, днем охранники, ночью бандиты. Ночью бандиты, днем охранники. Но это другой вопрос. Это уже как набирают туда, в эти самые охранные структуры. Во всяком случае, применение оружия у нас так или иначе урегулировано. Если вот идет борьба с террористами, при том, что у нас смертная казнь у нас запрещена. А есть такая норма, что вот если вас... Вас может задержать органы правого порядка? Вот сейчас вы выйдете из университета. Может? У вас паспорт собой? Вас не может задержать. Но только если вот подозрение есть на то, что вы вот... Очень похоже посмотрите, вот ту фотографию, и с этой, и с хиличат, и с какой-то. А это не вы, а это не она увезла там ценности и прочее. То есть если есть подозрение, это будет... Могут задержать как подозреваемые. Есть такое понятие? Подозреваемые. Это вы не обвиняемые. А просто вас задержали как подозреваемые. Долго держать не могут. Сколько могут держать как подозреваемые? Вот вас подозревают в совершении тяжкого преступления. Сколько могут держать? чудные. А? Да? Не хотите 10 суток? Без предъявления. Если вы обвиняетесь, подозреваетесь в убийстве, подозревать даже много ума не надо. Подозреваю вас в убийстве, и все. Только подозреваю. А я на службе 10 дней. Но 11, либо я вам предъявляю обвинение, и вы будете уже не подозреваемая, а обвиняемая. Либо я должен вас освободить. А как я буду вас освобождать? Мне трудно, что ли, написать обвинение. Это же не доказательство еще обвинения. Я пишу обвинение, и вы с этого момента уже обвиняемая, знаете, в чем вас обвиняют. Это одно из прав тех, кто является подозреваемым. Он получает обвинение и может защищаться. Нанимайте адвоката. И защищайтесь. Если у вас нет адвоката, мы вам дадим. Вот у нас товарищ проставит, будет у вас адвокатом. Будем надеяться, что он ваши интересы будет защищать, а не наши. Но работает он у нас. А вы думаете? Есть, то есть, бесплатные адвокаты дают. Ну, а оплатные кому служат? Вот товарищ Денисов, он у нас был зам по идеологии, а потом был секретарем обкома по идеологии, Юрий Александрович. Жена у него работала, возглавляла коллегию адвокатов. Он говорит, я как приду, там весь бандитский мир. Ну, у кого деньги? У тех, кто у бандитов. Так? И эти бандиты, естественно, хорошо расплачиваются. А адвокаты кому служат? Бандитам. Адвокат уже имеет право защищать самых отъявленных бандитов. Ну, вот он и защищает. А что вас защищать? Сколько у вас денег? Стоит ли вас защищать? У вас, есть у вас миллион? Если есть миллион, вас будут защищать. У вас нет миллиона? Вас не будут защищать. А у вас полтора миллиона? Нет, вас не будут защищать. Вас будут защищать. Так? И поэтому потихонечку эти адвокаты платные, все истекаются к защите самых отъявленных преступников. Но это уже, как говорится, последствия. А следующая стадия после этого, как вот вы обвиняемые, закончилось обвинение, вам следствие идет. И вы можете там делать заявление, ходатайство, что хотите можете. Вы совершенно свободные. В том смысле, в каком смысле свободные? Если вы сидите в камере, ну вы свободные. Почему? У вас просто в целях, чтобы вы не связывались с сообщниками, с другими подозреваемыми, возможно, обвиняемыми. Но вы все равно свободны. И вот, когда утвердят это вот обвинение уже, и все в этой стадии закончится, это все передается в суд. И вы уже не обвиняемые. А кто? Вот, все знаете, все подсудимые. Подсудимые – это не осужденные. Это вот, если я хороший судья, вы мне расскажете всю историю, я возмущенно, значит, стучу кулаком по столу, немедленно освободите ее в зале суда. И вот вас освобождают. Дальше знаешь, как бывает? А дальше вот вам в коридор вы вышли только что, свободны и радостны, а там новое обвинение уже вам. Раз – и снова наручники. И начинать сначала. Так было с Шутовым. И показали это по телевидению. Когда его судья Калининского района освободил, а Шутов всем известно, что он, так сказать, о Собчаке, о его похождениях, о его, так сказать, нарушениях закона писал. Его, и идет такой трехтомник, варьё на эту тему. Его раз – новое обвинение, и тащат за ноги, и головой по этой самой, по лестнице. Это видно было на экране телевизора. Так что, ну, везде бывают ошибки и издержки, в том числе и в этой области правовой. А вас освободили, и всё. Сколько вы можете так промаяться, как вы думаете, вот до освобождения? Ну, вот Шутов так пробыл пять лет. Пять лет, не будучи осужденным. Но уж когда осудили, там это другое дело. А вон до суда, в итоге, до приговора пять лет было. Причём, если вы начнёте читать уголовно-процессуальный кодекс, оно написано, не более трёх месяцев может быть вследствие. Но, следующий абзац. В случае, если то-то, 6, и с разрешения районной прокуратуры, 6 месяцев. Но. В случае, если то-то, и с разрешения городской прокуратуры, год. Но. И, если генеральную прокуратуру, и так далее. И при особых тяжких обстоятельствах. И так человек сидит-сидит, а потом вы заболели. А раз вы заболели, ну, вы не можете так судиться. Вас лечат. Где? Ну, в тюремной больнице. А там вы ещё больше заболеете. И продолжается эта вся тяга мусина. И так может тянуться, тянуться. Вот я вам факт привёл совершенно конкретный. Так он в тюрьме, в конце концов. Его приговорили к пожизненному заключению. И так в тюрьме и убер. Вот такая вот штука была. Так что ж такое право? Значит, право – это возведённое в закон воле господствующего класса. А это уже издержки, так сказать, осуществления этого права. Как вы понимаете? Вот вам дадут такую работу этих – открывать, закрывать, в тюрьме заключённых, выводить, заводить. Понравится вам такая работа? А? Вам понравится, да? Ну, понятно. Я знаю. Я знаю, почему. Я знаю, потому что с 23 часов, когда все начальство уйдёт, они за 250 рублей дают мобильный телефон, чтобы позвонили из ЧИЗО. Это бизнес потом пошёл. А можно привезти из другой камеры, а можно с воли кого-то привезти, а потом отпустить к утру. А утром всё. Поэтому, когда люди говорят, мы хотим взять власть. Что вы хотите взять? Вы хотите взять дубинку, с помощью которой будете людей принуждать. Правильно? Я правильно излагаю? Вот эти депутаты говорят, мы вот такое, мы хотим стать депутатом, мы хотим прийти. Я иду во власть. Что значит иду во власть? Это вы идёте к дубинку, за черенок будете держать. Вот что такое идти во власть. Потому что, скажем, нам не дано такого права. Вот как бы вы плохо не занимались, нам пальцем нельзя тронуть студентов. Нельзя. А в этой СИЗО, в этих органах, вот можно. Ну тоже, руками нельзя, а дубинкой, пожалуйста. Руками только не трогайте никого, а дубинкой по спине. А уж при попытке к бегству всё может случиться. Ну там руку, ногу сломает, это с кем не бывает. Это просто, сейчас вот один жаловался недавно, что у него тут, значит, на лице такой, значит, ушиб большой. Никто, говорит, его не бил. Просто его прижали к стене. Ну вот это надо понимать, это материалистическое понимание права. Потому что право – это возведённое в закон воли господствующего класса. Если за этой нормой никакого принуждения не стоит, то это выполнять. Некоторые будут, а другие не будут. Как раз желательно, чтобы другие-то выполняли, а их не будут. Поэтому, если вы возьмёте его в уголовный кодекс, там всё расписано. И в каждой статье расписано. Вот это умышленное, а вот это по неосторожности. Вот у вас, когда вы это сделали, умысел был. Вот я должен доказать, что если у вас был умысел, вы получите 6 лет. А если умысла не было, а по неосторожности. То есть вот я шёл, а вы выкинули, вам не понравился утюг. Окно открыли и утюг раз, выбросили. А он упал, и мне на голову. И проломили мне голову. Ну поскольку это вы по неосторожности, ну обсуждали, обсуждали. Меня спрашивают. Я так вот, мне сделали, вырезали из пластмассовой части, сделали на 3D-принтере, напечатали. Всё, я приобщился к новым технологиям. И я смотрю на вас. Ну что мне от того? Ну вы же, я тоже мог бы так выкинуть, и вы бы так проходили, и по вам бы попало. У нас с вами одинаковый характер. Раз, и выбросил пример. Я чувствую какое-то родство. Раз, думаю, как вы, Михаил Васильевич, а если мы её, так сказать, вот тут? Она же просидела вот пока, в предварительной части. Давайте зачтём, я столько же ей часы рубану. Что она приговаривается. Сколько там вы сидели? Четыре месяца или три? Четыре, да? К четырём. Семь месяц? К семи. К восьми. Год? К году. К году заключения в тюрьме. А сейчас приняли новую норму, что если вы в СИЗО, считается больше, оценивается как более тяжкое сидение, чем в обычной тюрьме. Потому что там в тюрьме свободнее. Потом вы там можете не в тюрьме сидеть, а в колонии, по улице гулять, работать. А здесь вы сидите вот в темнице сырой и час гуляете. Вот я на свободе, то вы точно час не гуляете, студенты. А в тюрьме будете час гулять, чтобы вы не заболели, как огурщики пришли на суд. Строгого режима час. Обязательно выведут гулять. Вот собак выводят, я вижу, хозяева. А чтобы детей выводили, это не всегда. А уж если взрослые, вообще можете не гулять. Только занимайтесь, занимайтесь, и все. То есть вот мы в какую сферу зашли, в сферу вот этого права. Так вот, в Соединенных Штатах Америки существует, при том, что там можно купить оружие, один артист там 70 человек убил, вооружился немыслимым количеством, целым арсеналом. У меня 70 автоматов, различных винтов, многозарядных, там фестиваль был, он пристроился в окне отеля и стрелял. И перестрелял 70 человек. После этого это обсуждали, и решили все равно, это элемент американской свободы, не будем отбирать оружие. Пусть все хотят с оружием. Пусть ходят с оружием. И ходят там с оружием. У нас не ходят с оружием, но вы все время слышите сообщение, что тот застрелил, этот застрелил, то из автомата, то из этого. То есть из этого следует, что то обстоятельство, что у нас оружие запрещено, является помехой для приобретения оружия, но не является непреодолимым моментом. А у нас почему? Какое у нас общество? Что у нас главное в обществе сейчас? Жизнь человека или деньги? Деньги. Ну, если деньги, вам автомат, пистолет, что нужно? Сколько у вас денег? Если денег нет, и не спрашивайте. Мы боремся с этим, с незаконным рынком оружия. Если деньги есть, пойдемте выйдем и поговорим. Вы же знаете, что вроде откуда-то берутся, вот сейчас прямо сообщение в газетах. Вчера стреляли, там стреляли, там стреляли. Из чего стреляют? Не только из травматики, а стреляют из автоматов. Друг с другом стреляются, на стрелку выезжают бандиты. Значит, в чем смысл этого самого принуждения? Принуждение в том, чтобы заставить выполнять интересы правящего класса. Вот в чем смысл выборов в Думу. Потому что это к этим выборам в Думу прилагается, ведь за этим самым принятием решений, законов, они же плодят законы. А за законы нужно... Что такое закон? Это такая норма, за которой стоит сила. Принуждение. Если сила в предуждении не стоит, вот возьмите Трудовой кодекс Российской Федерации. Там что только хорошего не написано. А если это не будут делать, то что тогда? Тогда смотрим. Открываем Кодекс административных правонарушений. За уклонение от заключения коллективного договора и нарушение процедуры 5 тысяч. Это смешно. И другие такие. Больше 5 тысяч, никаких наказаний за нарушение норм трудовых нет. За исключением, за невыплату зарплаты ввели статью в Уголовном кодексе. Можно привлечь к уголовной ответственности за невыплату зарплаты. Или, вот, допустим, я являюсь главным редактором российской общественно-политической газеты «Народная правда». Стою у гостиного двора и газету распространяю. Продаю. Подходит милиционер. Уходите отсюда. Говорю, не уйдет. А вы законы знаете? Конечно. Есть такой указ президента о свободе печати и закон о воспрепятствии законной профессиональной деятельности журналистов. До двух лет вы хотите два года получить? Он говорит, не хочу. И так мы расстаемся, и все хорошо. Так что знание законов полезно. Но если за этими законами нету никаких норм принуждения, никто их выполнять не будет. Ну, некоторые будут, но в основном их не выполняют. И даже Михаил Сергеевич Горбачёв объяснял, что вот что можно делать? Вот то, что не запрещено законом, всё можно делать. Ну, взять вот у вас куртку, схватить и выкинуть в окно. Ни в одном законе не написано, что это запрещено. Вот не написано. И что это надо делать? Это другие нормы уже. Мы отдельно рассмотрим чуть позднее. А в законе нет этого. То есть, допустим, Жириновский этим пользовался. Вот у вас, видите, водичка стоит, да? А вот у него стаканчик был с водой. Ему дали, как оратору, а он сюда пламенно выступает. И он Немцову в лицо, потому что не понравился ему Немцов, что сказал, раз ему плеснул. И что? Какая ответственность? Вот давайте проведём следственный эксперимент. Сейчас вот дайте мне водичку. Не давайте. Ну, мы будем считать, что вы мне дали, а я вот на него посмотрел и раз, и в лицо. Какая моя ответственность? Ну, вы пойдёте пойдёте к директору. говорит, Михаил Иванович, напишите письменное объяснение. Я пишу. Читаю я лекцию. На втором ряду сидит студентка, хорошо занимается. И смотрю, она побелела вся. И думаю, сейчас она в обморок упадёт, и, не дай Бог, мрёт. Я из стакана раз в неё варить, ожила. И стала на меня кричать, жаловаться. Думаю, слава путь, жаловаться, что угодно. Главное, что живая. Вот и всё. То есть, это вот коллизии правовые. То есть, тот, кто знает закон, он может по-разному пользоваться. Поэтому эти фокусы, которые Жирновский делал, мало ли таких фокусов, за которые никакой ответственности нету, а шума много. Вот, это было все пока, показывают, по телевидению, то всё, а чё? А какая ответственность? Да никакой. Или тот же Жирновский говорит, выступая из Зюганова, сейчас он сойдёт с трибуны, надо его расстрелять. Это всё показывают, а потом они идут и пьют кофе вместе. Зюганов и Жирновский. Потому что мы это решаем. И Зюганова прославили, он рискует. Рискует, потому что его застрелят. Он фаминистические вещи говорит. И Жирновский, такой смелый, поставил вопрос, давно пора разделаться с этим Зюгановым и так далее. Ну, оба выиграли. И у тех голоса, и у этих голоса идёт выборная кампания. Ещё же не начали её, но надо её так вести, чтобы уже электорат подходил. А вот за этими законодательными учреждениями стоят уже другие учреждения. Какие у нас органы принуждения есть? Начинаем считать, самое крупное принуждение какой? Ну, никак я не могу с вами справиться. Что у нас? Какая самая большая сила у государства? Самая большая сила, чтобы с вами справиться. Вот армия. Вот спасибо. Как приятно тут просто лекция читать. Если что, придёт, там армия-то подгоните сюда, мы тут её заставим тогда. Пушки, пушки, танки, огнемёты. Страшно, всё выжечь могут полностью. И будете делать то, что мы вам сказали. Так, армия раз. Ещё что у нас есть такое для принуждения? Кроме армии, что у нас есть? Тоже вооружённые. А? Полиция. Полиция – это мелочь. Внутренние войска. А что такое внутренние войска? Они с кем сражаться? Ну, те, кто внутри. Вот эту армию она у нас должна защитить от внешних противников. Но, если что, она может быть и использована, как вы понимаете, для решения внутренних задач. Может быть, может быть, и используется. А это, само собой, это специально люди приготовлены. Видели какие-то машинки красивые с зарешётчатыми окнами? Такие мощные люди натренированные, все подготовлены, они стоят. Уж какая демонстрация, тут же или космонавты такие, значит, белые, такие прозрачные у них, шлемы, и тут бронежилеты. То есть, если вы будете с ними драться, вы будете стучать по этому бронежилету, сколько хотите, только руку себе разобьёте. и так далее. Вот. А что они могут использовать? Могут они использовать слезоточивый газ? Чего вы смеётесь? Будете сейчас плакать и бросают гарнату. И уже не смеётесь, а плачете. То есть, всё это приготовлено. А ещё, что есть? Вот дальше вы сказали полиция, полиция, конечно. А ещё у нас, как называется, специальные, вот недавно, такие вооружённые люди. Росгвардия. Росгвардия. А чего вы всё знаете? А чего вы ходите на лекции? Проходите экстерном сдавать. Росгвардия. Так, а ещё, что у нас, кто у нас с оружием-то? Вот у нас был нарко, антинаркотический комитет, и зачем-то его ликвидировали. Не знаю, зачем. То есть, у нас наркотиков всё больше распространяется, а комитет и убрали. А он тоже с оружием. Потом была налоговая, полиция, тоже вооружённая, тоже её ликвидировали. Не стало её, да и всё. Взяли и вычеркнули, и не стало. Ну, во всяком случае, вы видите, так сказать, ну, кроме, вот, непосредственно полиции, а ещё вот есть же специальные места. Вот вы, наверное, так уж, раз отвечаете, как люди-то, которые в специальных местах потом содержатся после суда, когда их приговорили, как это всё красиво называется, чтобы было радостно сидеть. Потому что так красиво называется. Как красиво называть? Ну, что вы скажете, тюрьмы, лагеря, это некрасиво. А вот красиво, как это когда? Ну, это не красиво, это просто нейтрально. А вот красиво, что? А красиво будет так. Пенитенциарная система. Ну, это красиво же. Вы где находитесь? В пенитенциарной системе. Вот в пенитенциарной системе находятся не только уголовники, которые там сидят, но и те люди, которые их охраняют, выводят на прогулку, открывают, закрывают двери в этих самых тюрьмах и СИЗО. Вот из нашего СИЗО кресты, которая теперь у нас закончила своё существование, и теперь кресты построены новые в районе Колпина. Новые кресты, тоже кресты и так далее. А из старых крестов только два случая, когда человек удрал оттуда. Два человека удрали. Один удрал так, он как-то умудрился к заднему мосту машины как-то приклеиться, как-то прикрепиться, как он мог это, наверное, так ему хотелось на волю, что он как-то удержался, машина выехала, и всё. Открыли ворота, машина выехала с каким-то грузом, и он там, и нет его, и всё. А второй этот сложный, интеллектуальный такой был товарищ. Он очень долго из хлебного мякиша делал всякие, так сказать, такие остов дипломата. Сделал. А потом его как клееночкой облицевал, чтобы получился такой дипломат. А из простыни сделал себе халат. И потом взял одного заключённого, и после прогулки, пока они ещё только не зашли, ещё не закрыли, взял его и пошёл. Как бы он ведёт этого самого врача, ведёт заключённого больного. И так и вышел с ним, и все его пропускали. А он с чемоданчиком, там красный кресло, и в халате белом, из простыней сделанном. И прошёл. Ну вот из других мест по-другому. Вот сейчас современные средства позволяют по-другому обойти. Один товарищ по мобильному телефону оплатить-то вы можете же? По мобильному, по своей карте. Можете. Заказал вертолёт. Прилетел вертолёт. Он говорит, только верёвку, пожалуйста, и палочка, чтобы была перекладина. Он во двор как раз во время прогулки вдруг спускается сверху вертолёт. Вы знаете, как охраняются тюрьмы там? Вышки, автоматчики, все застыли, спускается вертолёт. На верёвочке палочка садится туда. Заключённый, машет рукой и улетает. Ну, поймали его потом. Ну, как он красиво улетал. Как и всем понравилось. И ему, и дирекция тюрьмы. И никто не стрелял. И проверили. Поэтому, да, вот используйте карточки, мобильные телефоны. Это должно обеспечивать рекламу этих устройств. То есть, ну и сколько там людей-то сидит у нас в этой системе сейчас в России? Миллион. Примерно так. Грубо. Миллион. Поэтому, если мы здесь с вами сидим не там, души, нам должно быть хорошо. У нас уже должно быть хорошее настроение. Вот у вас вот что-то грустное, я смотрю. У соседки грустное, потому что она не используется как пример. Сейчас подумаю я, что у меня лекция хуже, чем в тюрьме. Ну и что, как в Соединенных Штатах Америки решается вопрос со смертной казнью? Очень просто. В разных штатах разные виды смертная казнь есть. Какая? Через электрополитический стул. Садитесь и все хорошо с современными средствами решается. Три укольчика. Первый укольчик. Ну, чтобы вы, как бы, пришли, вы успокоились. Ну, нервничали все-таки. А сейчас все-таки событие неординарное предстоит. Успокоился человек. Второй укольчик, чтобы вы веселенький стали. Ну, а третий уже контрольный. И все. Еще там есть? Тут точно уже не знаю. Эти два вот вида есть. А есть ли там повешение? Не знаю. Во всяком случае, никто там не собирается смертную казнь отменять. А смертная казнь что делает? Она ликвидирует преступность или ограничивает? Она ограничивает. А у нас не ограничивает, к сожалению. Вот я сейчас выйду отсюда. Вот с вами, может, в последний раз раз разговариваю. Вот преступник, который на меня нападет, он же знает, что его-то не убьют. Он-то меня убьет, а его-то не убьет. Почему? А потому что, говорит, вы сами же только что рассказывали, что у нас сейчас мораторий на смертную казнь. И она не применяется. Поэтому у нас преступник имеет, получается, больше прав, чем обычный гражданин. Вот, к сожалению, такая коллегия. Что говорит по этому поводу теории? Был такой французский социалист Пол Галей. Он говорил, пусть смертную казнь отменяют граждане, господа, преступники. То есть нет убийств. Статья остается, что за убийство смертная казнь. Но она не применяется. Почему? А нет убийств. И вот эта методология, это общая методология, относящаяся к праву. Принуждение ведь применяется тогда, когда люди не исполняют что-то. Но если нет нарушений, то нет и принуждения. Поэтому те люди, которые нарушают, они должны перестать нарушать, тогда никто не будет применять. То есть это касается и убийц. Не будет убийц, не будет наказания за убийство. То есть оно, поэтому право, оно засыпает. Право может останется у вас в музеях. И все эти атрибуты связаны с правом. Почему? Потому что когда будет социальное равенство и не будет почвы для преступлений, не будет наказания. Вот и всё. Так что перспективы этого с этим правом очень ясные, радужные, хорошие. Поэтому нет никакой нужды отменять наказание. Их просто по мере того, как не будут совершаться соответствующие преступления, они будут отмирать. Но, тем не менее, значит, есть ещё одна проблема. Раз это принуждение, да ещё и суровое, то могут быть ошибки. Есть такие. Во всех облацах могут быть ошибки. В том числе и в этой области применения наказаний. Так всё-таки у нас какая будет ментология? У нас будет правильная линия и ошибки в проведении правильной линии. Или вообще поведём неправильную линию. Это будет вся линия ошибочная. Поэтому выбор у нас такой. Либо возможные ошибки при проведении правильной линии, или вообще неправильной линии, которая может породить целую серию таких неправильностей. Ну, а как-то можно всё-таки эту проблему решить? Можно. Вот у нас заведовала кафедра философии и культурологии в ИПК, где я до этого работал, Уваров Михаил Семёнович. Он говорит, так эта проблема очень простая. Вы не приводите в исполнение это лет 10. Приняли решение, приговорили к смертной казни, и пусть там выясняют. Ну, 10 лет вам что, успешка какая-нибудь есть? Ну, человек приговорённый, к смертной казни сидит. 10 лет. А в это время всё заботится о нём. А вдруг он не виновен? А вдруг не виновен? Вдруг-вдруг. Вот 10 лет. Мало 10, давайте 15. Ну, 15 лет прошло. Сколько вам ещё надо? 20? Ну, давайте 20. Но это, тем не менее, над ним это всё время висит. И, в конце концов, те, в отношении которых тщательнейшая и глубочайшая проверка показывает, что всё подтверждается, только они и подвергаются такому наказанию. А всё остальное – нет. Тут спешка-то никакая не нужна при проведении таких мероприятий. Вот. Во всяком случае, мы с вами хорошо понимаем, что у нас разрешено делать. Во-первых, то, что разрешено. Во-вторых, то, что не запрещено. Видите разницу? Не запрещено. Таких вещей очень много, которые не запрещено. И то, что запрещено, но никакой ответственности нет. Как раз мера никаких преднуждений за это не предусмотрена. А раз не предусмотрено, и это тоже можно делать. И четвёртое. Запрещено. Имеется какая-то мера ответственности, наказание. Но это наказание меньше той выгоды, которую я получу. А я капиталист. То есть я считаю так. Значит, с меня будет 500 тысяч штраф, а я получу полтора миллиона. Как я приму какое решение, если я капиталист? Ну и чёрт с этим штрафом. А на суд пойдёт адвокат. Штраф мы уплатим и будем делать. То есть в современном буржуазном обществе эта проблема тоже решается. То есть тот, кто имеет большие деньги, он может как-то с этим правом справиться. Хочу привести вам пример. Вот у нас есть люди, которые очень много денег воруют и не несут никакой ответственности. Это бедные или богатые люди? Богатые. Пример. Фамилия Кехман вам ничего не говорит? В Малом оперном были? На площади искусств? Не были? В театре. Вот художественный руководитель сейчас этого малооперного у нас, Кехман. И он же руководитель Новосибирского театра, оперы и балеты. Не запрещено. Он был директором и того и другого. Но история такова, что он в свое время занимался тем, что поставлял бананы в Санкт-Петербург из Южной Америки. Банановый король. И, как известный банановый король, потом взял кредиты. Ему легко давали. Он взял 4 миллиарда в Сибербанке, 10 миллиардов в Банке Москвы. И еще 6 миллиардов я просто не знаю где. Потому что это вот в публикациях, в которой там не сказали где еще, но всего он набрал 20 миллиардов. Ну, как человек опытный в этих делах и богатый, и не только вы, но и он знает, что когда деньги есть, можно особенно не суетиться. Он решил эти деньги никому не отдавать. Но чтобы к нему не приставали уж так сильно, существуют такие правовые нормы, которые позволяют это делать. То есть он решил объявить себя банкротом. Вот, допустим, у вас 300 рублей есть? А у вас? Дайте мне все по 300 рублей, будет раз, два, три, четыре, три, четыре, пять, пять, тысячи пятьсот. О, тысячи пятьсот на обед. Только вы мне сдали. Я выхожу в коридор, потом прихожу, грустный-грустный, говорю. Знаете, дорогие, я обанкротился. Это что значит? Ну, если я обанкротился, что это значит? Что я никому не отдам. Ну, это вот, понимаете, в нашем примере это мелочь такая. А вот Кехман поехал в английский суд. Ну, у него не проблема, когда у человека 20 миллиардов, 20 миллиардов чужих он взял. Он поехал в английский суд и так организовал. Ну, сколько вот человек могло за него выступать-то? Да там эти соловьями выступали эти адвокаты. Ну, подумаешь, там 10-15 миллионов на это бросить, от 20 миллиардов, да это вообще не копейки. И он выиграл там, и там обанкротился. Приехал он в Россию. А тут наши говорят, не, нам этот английский суд ничего не значит. Мы теперь самостоятельные будем. Это ничего не значит. Тогда пошел Кехман в наш суд. Наверное, еще отстегнул сколько-то миллионов. Но не то, чтобы он кому-то взятки давал, это я не утверждаю. Просто он, вот допустим, вот я вижу, как вы выступаете хорошо, я вам дал, заплатил. Вы выступаете хорошо, два. Вот она выступает хорошо тоже. И вы все вышли и стали на суде доказывать, какой я хороший человек. И что, я бедный, я разорился, так сложилось, так в жизни несчастье такое, надо меня освободить от ответственности. То есть признать меня банкротом. Его признали банкротом в российском суде. А раз признали банкротом, так в этом случае обращается взыскание на его имущество. Как вы думаете, сколько у него было имущество оказалось? Не у него оказалось, записанное на него оказалось, а записанное на него оказалось только однокомнатная квартира. И тогда со стервенением судебные приставы отняли у этого несчастного человека последнюю его однокомнатную квартирку. Но банк Москвы не успокоился и обратился в английский суд и нашел на берегу, на лазурном берегу во Франции, огромное здание. Но который стоит, наверное, миллиард. Там два винных погреба, три спальни, многоэтажное здание и записано на его вторую жену. И разъезжает он на дорогущей машине, которая принадлежит этой второй его жене. Короче говоря, удалось. Но все-таки банк Москвы, у него денег побольше, чем у Кехмана. И он выиграл этот процесс. Потом он пошел во французский суд и во Франции тоже выиграл. Они еще не договорились, два суда, и, возможно, у него это здание заберут. Но это только мелочь. Ну, заберут и 20 миллиардов, 2 миллиарда заберут. Но это не страшно, правильно? Общинка стоит выделить. И у него останется 18 миллиардов. И это не где-нибудь, но. А у нас вот на виду, так сказать, это фигуры всем известные. А банкрот не может быть директором театра, директором государственного учреждения. Поэтому он больше не директор. А кто? А художественный руководитель. Он художественный руководитель и нашего театра оперы и балета, и художественный руководитель Новосибирского театра оперы и балета. А деятелям культуры приставать с такими делами, отдать деньги, нехорошо. Правда же? Вот я деятель культуры, а вы требуете какие-то деньги из меня. Это нехорошо. Даже вот из профессоров тоже нехорошо. Если бы сейчас вы мне сдали, вам бы никто не парил, что у студентов такие деньги по 300 рублей с собой при такой стипендии. Это точно обманщицы, а деньги это точно мои. Потому что у профессора полторы тысячи всегда завалящие деньги есть. Поэтому ваше бы дело не прошло, вы бы прогорели, а я бы выиграл. Так ведь? Вот так это право, такое дело. У нас, тем более суд у нас выясняет истину или нет, как вы думаете? А вот ты ошибаетесь. Вот есть у нас председатель Следственного комитета, из нашего университета он у нас был, я партком по идеологии. А я вот под его началом был непосредственно. Знаю его лично, очень хороший человек. Он говорит, суд у нас не выясняет истину, а в Уголовно-процессуальном кодексе написано, что суд носит состязательный характер. А что такое состязательный? Вот мы будем с вами судиться, и я говорю, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. У меня такая специальность. А вы бе-бе-бе-бе-бе-бе. Я выиграю. А вы-то на самом деле правы. А я-то не прав. А выиграю-то я. Почему? Потому что суд носит состязательный характер. И ее еще возьму с собой. Но она будет на моей стороне. Ну сколько? Около 100 тысяч. Вот она будет выступать. И она скажет, да что вы? Ну что, как вот нападает на такого человека? И так далее. И вы тоже. Вам сколько у нас? 150. И 150. Все. Вот мы с трое. Лучше сразу заберите это свое заявление. И не надо никуда ходить. Потому что иначе позориться будете. Мы же еще у нас снимать будут этот суд. И покажем на всю страну. Как вы хотели опозорить самого честного человека, который у нас есть в стране. А может быть и в мире. Ну это же состязательный же характер. Поэтому кто хочет выиграть в суде, я вам рецепт даю. Как профессор по кафедре экономики. Хотите выиграть в суде. Значит, наивные люди думают, что нужно вот истину искать. Истину ведь суд не ищет. Нету такого. Изъяли это. Предлагает снова Бастрыкин включить в уголовно-процессуальный код, что суд ищет и истину. Не дают. Нет, пусть состязательный. Но раз состязательный. А раз состязательный, какой отсюда вы? Да. Знаете, поговорка старая русская. С богатым не судись. Вот и весь суд. Остается у нас, это несмотря на требования товарища Бастрыкина. Он же требует ввести, поскольку он же имеет дело с террористами, с убийцами, ввести закон о смертной казни. А иначе получается, что у нас смертная казнь получается вообще не судебная. А прямо вот объявляется террористическая операция и пишут подозреваемые убиты в терроризме. Они же не, не было суда, не было обвинения, ничего не было, не было защитников, взяли их и убили. Так это получается смертная казнь внесудебная. Поэтому это неправильно думать, что у нас нет смертной казни. Просто она очень быстрая, скорая, и без всяких разбирательств. Раз и все. Да стоит только начать подозревать. Я вас не подозреваю пока. А то вы подумаете в них хорошее что-нибудь. А то у меня... Ну вот я думаю, главное, вы сказали, что такое правовые нормы. Нормы правовые предполагают наказание. Ничего хорошего в этом нет самом по себе. Они хорошие в них в том, что они отрицают отрицательное. А не положительное, как отрицание отрицание. Не будет нарушений, не будет этих наказаний. Ну и правовые нормы зависит от того, какой класс. Каждый класс выстраивает логику поведения, которую он поддерживает, и какое он осуждает и принуждает. А есть другие нормы, которые не являются нормами правовыми, общественными. Какие вы знаете такие нормы? Не знаете такие? А? Все социальные, общественные. Все социальные. Так нельзя описать, социальные и. Все нормы только социальные. Моральные, да. Вот моральные. Вот вы сделаете что-нибудь плохое, а я скажу, ай-яй-яй-яй, нехорошо. А наказание будет какое-нибудь? Не будет. Если это норма поведения, то эта норма защищается чем? Общественным мнением. Вот про вас все будут говорить, как нехорошо вы поступили, зачем вы так сделали и так далее. Но никто только не могил пальцем вас трогать, правильно? Правильно? Ну мало ли кто, никаких нет, чтобы такого не было. Если кто будет вас пальцем трогать, вы сразу в суд и меня в тюрьму. Правильно? Вот. Поэтому морально, оно и есть морально. Так вот, различает нравственность и мораль. Надо сказать, что это не очень твердое развлечение, потому что это очень близкие понятия. Можно сказать так, что вот есть нравственные нормы, которые как бы обнародованы, они как бы зафиксированы. А вот те, которые прошли до глубины души, эти нормы, у человека в глубине, вот они моральны, говорят, человек моральный. Морально устойчивый. Вот никакая у него мораль, а считается, что у него нормальная мораль, вообще общественная мораль. Морально устойчивый человек. И вот, скажем, есть такое понятие, как совесть. Сейчас я опять, вы сможете убедиться в том, что все слышали это слово, а вряд ли попробовать его. Удастся вам определить сходу. Кто может сказать, что такое совесть? Вот у вас совесть есть? Да, к вам обращаюсь. Совесть у вас есть? Нет, у вас нет. Все, я оставляю вас в покое. Посмотрите, правильно ответила. Важно, это она уже поняла, что состязательность нужна. Все, уже отстали от нее. А к вам вот теперь, к вам теперь пристаю. А совесть у вас есть? А вы не смотрите на меня. Совесть есть у вас? Есть. А что это такое? А вот это вопрос. Разрешается помогать? Звонок другу, пожалуйста. Совесть. Совесть. Что такое совесть? Сейчас пойду жаловаться директору, скажу. Внутренний обладатель. А? Внутренний обладатель. Здорово для человека. О, здорово. Здорово. Не, ну не то, чтобы совсем так точно, но суть схвачена очень хорошо. Вот народ попался, повезло мне с народом. Прямо. И та вот здорово ответила, и все, что у нее совести нет. И сразу, и весь разговор. А вы сразу раз и сказали, что такое. Опять тоже ничего я не могу уже сделать. То есть совесть. Ну я могу только сослаться на первоисточник, на Гегеля, если сошлюсь. Можно? Гегель пишет. Совесть. Внутренний нравственный закон. Красиво же, правда? Вот согласитесь, что это то, что вы хотели сказать, но красиво подано. Внутренний нравственный закон. Вот пришли вы сегодня позже, а совесть вам говорит, а что же ты пришла позже? Уже люди все пришли. Лекция уже началась. Скоро уже экзамен. А ты пришла позже. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А вы ей говорите, да? Внутренне у вас идет дискуссия. Да ладно, ничего страшного. Ну ничего страшного, я выучу эту философию. Подумаешь, философия. Потом лекции записывается, то, что я пропустил. Вот же сидит человек. Это же вывесит, я и посмотрю. Это вы отвечаете своей совестью. А совесть говорит, нехорошо, на лекции надо ходить, особенно перед экзаменом. И вот такая идет дискуссия у вас, между вами и совестью. А совесть, она еще что? Не просто она закон, а народ говорит, она еще и грызет. У вас совесть не грызет? Вот ее не грызет. Про таких людей как говорят? Бессовестный. А я ничего не сказал. Это они сказали. Вот я ничего не говорил. Вот обратите внимание, я хитрый. А то он скажет, он меня назвал преподаватель, студентку на лекции назвал бессовестный. Ну, нет, так, мы народ обученный. Зачем мы будем? Вот сразу сказали. Про вас люди все знают уже. Вот вы как себя зарекомендовали в группе. И не случайно, она одна сидит. Смотрите, вот тут все нормальные люди, а бессовестные. То есть вы же понимаете, что вот в таких делах, когда тренируются люди это дискутировать, это очень все полезно. То есть создаются такие ситуации, когда можно проиграть эту ситуацию, в будущем может пригодиться. Со всякими людьми вы встречаетесь, правильно? Не с теми, которые шутят, а которые на самом деле какие-то гадости говорят. Надо убить им отвечать. То есть он скажет, у вас совесть идет, да, и все, я от вас отошел человек. А что с ним разговаривать? Ну, нет у человека совести. А он взывает к совести. А что вы взываете? Ну, нет у меня. Нету. А тогда скажут, ни стыда, ни совести. И стыда нет. Ну, и все, что тогда еще говорить. Совесть – внутренний нравственный закон. А нравственность, она – это общественная норма. То есть это нравственность, это нравственность. А вот мы все время с вами применяли классовый подход. Вот, а нравственность имеет классовый характер или нет? Давайте я подумаю. Надеетесь, что нет, да? Почему вы так надеетесь? Вот на чем надежда ваша основана? Вот давайте я вам сейчас задачу задам, жизненную. Вот вы у меня будете работать, а я буду вас эксплуатировать. Это что значит? Будете работать у меня 11 часов. Вот. За один час то, что вы сделали, получите в качестве зарплаты. А 10 часов, то, что каждый сделает, поем. Потому что я же устанавливаю зарплату, не вы же ее устанавливаете. И вот я считаю. Вот видите, сколько у меня денег? Я уже на яхте плаваю. Так вот, жить чужим трудом хорошо или нет, как вы считаете? Я считаю, что жить чужим трудом хорошо. Вот встаньте на мое место и вы со мной согласитесь, что хорошо жить чужим трудом. А вы не хотите даже на мое место встать, до чего вы прониклись в какой-то другой психологии, идеологии? У вас какой взгляд? Что это плохо, что ли, эксплуатировать других людей? Ну как же плохо? Смотрите, как я хорошо живу. Посмотрите на меня. У меня и дворец, у меня есть еще дворец на Багамах. У меня есть яхта. У меня есть маленькая подводная лодка. У Абрамовича есть маленькая подводная лодка еще. Яхта, а там еще и подводная лодка. Ну мало ли хочется под водой поплавать. И клуб у меня есть футбольный. Хорошо же. Но вы же понимаете, что это богатство создается кем? Вами создается, да? А вы вот меня осуждаете. Чего вы меня осуждаете? А вы меня осуждаете, а я вас осуждаю. Почему? Если вы получаете мало денег, а я много, значит, кто вы? Неудачница вы. Неуспешная. То есть мы как бы с вами, у нас был равный старт, я отформал, а вы все там где-то замешкались, и у вас мало денег. А у меня много. То есть я успешный. Раз я успешный, и вот это и хорошо. У нас общество сейчас успешных людей, а не всяких людей неудачников. Неудачников, неудачниц и так далее. Я правильно излагаю свою позицию нравственную? Берем, берем, а? Со стороны вашего класса? Да, со своей стороны. Естественно. Поэтому и нравственные нормы. Скажем, возьмем этот вопрос о проституции, которую рассматривал Энгельс. И о любви отдельный вопрос. Что, говорит, только в рабочем классе, в пролетариате сохранилась настоящая любовь, не связанная с деньгами. А, скажем, если вы возьмете этот класс правящих, то в нем, пожалуйста, люди за деньги покупают, ну или то, что, так сказать, женскую ласку, за деньги покупают. Это же аккуратно по стране, но. У нас, когда это появилось, вот установили буржуазные строи, пожалуйста. С одной стороны, безработица, людям нигде не устроиться, а с другой стороны, вот, пожалуйста, вот, платите деньги, и вот вам услуги. Расскажу эпизод очень интересный в поезде. В поезде люди так раскрываются, идет беседа. Едет у нас товарищ французов, председатель правкома Сесаревского хлебозавода Николай Павлович. И вот он, значит, идет по этому поводу беседа, а наверху молодая женщина, симпатичная, на верхней полке, слушает это все, а французов говорит, вот, значит, уже вторая, так сказать, жена у этого, уже третья жена у этого. Вот, и все выходит за богатых. Чего за них выходить? Они же там, это вот, ненадежная эта любовь, ненастоящая. А эта женщина сверху говорит, а я бы вышла бы за богатого. А ей так по пару, он тут поворачивается, говорит, ну вы бы вышли за богатого, но он бы с вами пожил бы года три, ну четыре, ну пять. А потом бы наверняка женился, да более молодой, потому что деньги у него для этого есть, а вам и квартиру может оставить. Это вот не вопрос. И появился еще и брачный договор, вы знаете, сейчас кроме, вот, так сказать, просто обычные люди идут и сочетается с законным браком, по любви. А если брачный договор, если мы заключаем с вами брачный договор, значит, в случае развода, значит, стоя вам, 24% получите богатство нашего, моего, нашего общего, 24. Мне нравится 24, вообще не выходите, с другими поговорим. И все свелось опять к предренному металлу тогда. То есть, вроде бы и хорошо, когда человек богатый, но получается, что он богатый, но и как-то с любовью можно и расстаться. Она как-то потерялась тут. Поэтому вывод у нас все-таки такой, что нравственность носит тоже классный характер. Вот вы считаете, поскольку у вас денег мало, а не столько, сколько у меня, что не хорошо эксплуатировать, а я считаю, ой, как хорошо эксплуатировать, как хорошо эксплуатировать. И это непреримиримо совершенно. Но это же какие нормы? Нравственные. Вы можете сколько угодно говорить свое, а я сколько угодно могу говорить свое, но составить я вас не могу. Это вот очень важно. Поэтому в отношении моральных или нравственных норм здесь люди более свободные. То есть, потому что силы их не навяжут. Так вот, что со мной делаете, я вот так считаю и все. Правильно? Это я вот могу у вас, скажем, экзамены принимать и требовать знания каких-то положений, которые я излагал в лекции. А что касается моральных норм, вы скажете, вы никто, никакое государство, хоть и государственное, меня заставить не может так считать. Правильно? Или так поступать? Не может, не имеет права. Нет, это не область государственная. В области нравственности государство не вмешиваются. Поэтому норма есть. А народ может... Вот я сделаю что-нибудь плохое, меня будете вы все осуждать. И все. Вот поставлю вам двойки всем, вы будете меня все осуждать. А с точки зрения правовой вроде... Ну как я скажу, у меня есть... Тут никакого разницы уже нету. Почему это я, например, когда последний экзамен взял, обрадовался? Наконец мне надо будет сдавать экзамены в аспирантуру, когда последний сдал, и кандидатский минимум. Приходишь на экзамен, ты вроде как дурачок, а этот как умный один сидит, и он, значит, решает. Поставить, не поставить, а вы никто. Какое ж тут равенство? Всегда вроде как дискуссия. Какая дискуссия, значит, никто никаких доказательств уже не слушает на экзамене. Он послушал, послушал, сделал кислый лесу и поставил два. Или три. Что это такое? Это ужас вообще. Экзамены безобразия. Уничтожить эти экзамены. А вот в области нравственности это не имеет значения, что я про вас, что я, как я считаю нужным, как вы делали. А вы скажете, а я считаю нужным, делаю так, как я делаю. А как вы считаете, я считаю ненужным. И аморальным. И всё. И тут никакого нет, столько чего, государственного принуждения быть не может. Поэтому, хотя некоторые моральные нормы могут стать государственными, если будет другое устройство общества. Правильно? Так, ну вот мы вопрос о нормах, каких моральных и нравственных рассмотрели. Получается, что у нас есть нормы, которые защищаются силой государства дубинками и всякими тюрьмами и лагерями. А есть нормы общественные, которые защищаются, ну, исторически сложившимися уже какими-то обычаями, да, и защищаются общественным мнением. А общественное мнение, на общественное мнение можно повлиять. На него телевизор может повлиять. То есть на общественное мнение сильно можно повлиять и можно исказить вообще структуру нравственности, структуру морали с помощью средств массовой информации. Это мы тоже должны понимать. А вы когда в музее будете что-нибудь показывать, вы тоже на это, вот как люди себя вели и как они поступали, поскольку вот эти все предметы, которые вы будете демонстрировать, они, так сказать, сохраняют память о тех временах, потому что великие, добрые поступки были во все времена, при любом строе. И всегда были люди хорошие, а были люди даренные. Даренных мы осуждаем, а хороших возвышаем. Правильно? Поэтому вот мы и пришли к вашей, так сказать, специальности непосредственно, к тому, что вы делаете. Ну вот у нас мы рассмотрели общественные нормы, у нас еще есть время на лекции, и мы можем кратко остановиться еще на одном вопросе. Вам близком, поэтому я думаю, долго мы на этом не остановимся. Вот вопрос о культуре. Близкий же вопрос. А что такое культура, вы знаете? Нет, вот вы тут со мной спорили насчет истории, ценности, тогда давайте скажите, что такое культура тогда. Вы культурная, я бескультурная, культура что? Культура есть, понятия есть, очень много определений. Что, что, понятия? Понятия культуры есть, очень много определений. То есть, нету никакого определений. Много это нет, не определений. Вы же понимаете, что если много определений... Я знаю, что заходит, это накопление мы с оговорением духовного человечества. О, видите-ка, а вы говорите, много. Если много, хоть одно-то дайте, а вот она жила и одно дала. Что выше, сказать, что много, или дать хотя бы одно определение? Вот она дала. И вы можете с этим поспорить? Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Как это обосновать? Значит, обращаю ваше внимание, это не просто то, что сделало человечество. Человечество что только не делало. Жгли, убивали, топили, да, чертовали. Были газовые печи. Делали из абажуров, абажуры из человеческой кожи. Это все делали люди. Разные люди. Мы их осуждаем. Вот. То есть, если мы будем собирать просто все, что люди делали, мы в кучу свалим. И все, что позитивное было в человеческой истории, которое накапливается, аккумулируется, да, и что вот, собственно, нужно сохранять. И негативное, которое тоже можно сохранять, как орудие пыток, допустим, сохраняется в музее, но для того, чтобы показывать, что вот опыт показал, что это вот недопустимо в дальнейшем. Или, скажем, сохраняется музей, в котором демонстрируются жертвы фашистов, которые были во Вторую мировую войну. Или, скажем, я вот был в Бельгии, в музее Первой мировой войны, очень страшный такой музей, там все это в картинах, такое месиво из людей, голов, рук, грязи, камней, что-то происходило, страшная была война. И еще же, это было в городе Ипр, от которого называется газ Иприт, отравляющий, которые говорят, говорят, что хорошо пахнет, но кто говорит, не установлено, потому что кто понюхает этот газ, больше уже ничего не скажет. Поэтому как вот утверждение такое существует, что говорят, что хорошо пахнет, это загадкой остается. Поэтому в культуру входят не какие-то предметы, а именно опыт. Опыт материализованный, может быть, в предметах. Опыт. То есть люди извлекают уроки из своей деятельности, и урок – это понятие положительное. То есть мы проверили, и выяснили, что так делать не надо. Или мы, общество, история проверила. И вот эти уроки и собираются, и материально оформляются в виде этих самых артефактов и так далее, в виде того, что создано человечеством. И вот тогда это материальная культура. А духовная культура – это что такое? Это все, что относится к постижению мира и к познанию мира. Потому что в духовную культуру входит и наука тоже, да? Вся, целиком. А это постижение в понятиях. В духовную культуру входит все искусство, и архитектура, и живопись, и электристика, и музыка, изобразительное искусство. Все входит в культуру. Потому что это накопленный опыт. И в том числе и умение рисовать, сделать скульптуры. Это же тоже входит в человеческий опыт. Этому учат. И культура выражается в учебных заведениях, которые учат людей, поднимают их уровень культуры. То есть мы можем сказать, что вот лекции, они научные эти, а с другой стороны, они нашу культуру тоже возвышают. В том смысле, что мы попадаем опытом, опыта набираемся не такого, который получен благодаря тому, что я сам себе шишки набил. А тот опыт, который связан с тем, что другие набили себе шишки, а мы просто, что-то сказать, получаем информацию о том, знание о том, как делать не надо, а как делать надо. Поэтому, конечно, все, то, что касается учебных заведений, конечно, тоже входит в культуру. А входит ли в культуру то, что делают врачи? Конечно, входит. То есть есть уже навыки, как лечить, чем лечить, как охранять здоровье, как блокировать, так сказать, болезни и так далее. Верно? Есть, скажем, культура, связанная с приготовлением пищи, потому что пища все-таки для людей готовится. Поэтому совсем не обязательно туда нитрит, нитрат, поташи, козинат, натрия закладывать, который сейчас закладывается в колбасу. Поэтому эта культура, она и в этом. Потому что вы приходите в магазин, если вы читаете, как культурный человек, из чего сделана колбаса, то после чтения вам не захочется ничего. Покупайте этого, и тогда вы сэкономили деньги. Культурные люди всегда богаче. А так вы и купите, и потратите деньги, да еще вред нанесете своему здоровью. За свои же деньги. Вот это очень важно. Ну, теперь, значит, связана ли культура с политикой? Она связана, но вот такого прямой связи, как у нас до этого было, там есть государство, оно орган класса. А здесь вот классы борются, и из этой борьбы тоже извлекается урок. Уроки, правильно? Уроки какие? Что есть передовой класс, а есть класс реакционный. И он борется все время, класс. И когда он был передовым, и когда он уже стал реакционным, но вот он способствует развитию культуры значительно, когда он еще передовой. А когда речь пошла о том, что он стал реакционным, то он не столько способствует, сколько уже мешает развитию культуры в том числе, и тормозит ее. Ну вот же тот же наш, этот дорогой губернатор прошлый, взял и решил Исаакиевский собор отдать в церковь. Ну с чего бы это вдруг? Ну что, церковники строили, или верующие его строили? Строили те, кто его строил, то Исаакиевский собор. Государство его строило на государственные деньги. Какое было государство? Ну какое было? Феодальное было государство. Ну в общем, феодальное государство построило. Ну не церковь же его построила. Бывает церковь собрала деньги, с купцов, с капиталистов и построили храм. Ну, хорошо. А это кто? Это кто делал? Белую государству. Нет, отдайте это дело. Причем, как отдайте? Кто решил? Ну, спросите жителей города. Если они, хотя, скажите, они тоже не строили. Ну, тех спросите, которые колонны эти ставили. Это, по-моему, тяжело было поднимать. Говорят, что Монферран построил. Но я удивляюсь, как Монферрану удалось колонны поставить одному? Очень тяжело. Наверное, там еще другие были люди, которые помогали ему. Наверное, была и техника, то есть соответствующие механизмы, которые устанавливали, с помощью которых устанавливали колонны. Это высокая культура должна быть, чтобы такие вот вещи делать. И мы среди всех людей выбросим и просто дадим тем, кто со свечкой стоял. Мы не против свечек. Что плохого в свечках? Свечки – это воск. Мы не против огня. Вот. Тем более, что мы знаем, что иногда вспыхивает само. Фокусы такие делают сейчас. И потом этот огонь везут пасхальный. Мы не против этого. Ну, верят люди, верят. Это же не в область науки, правильно? В науке там никто не верит. А в вере, ну, зато она и вера. Если я вот вам сказал, что… Вы верите, что я Господь Бог? Не верите? А вот она верит, что я Господь Бог. И спорьте сколько угодно. В вопросах веры научные аргументы недействительны. Правильно? Вот я одному своему товарищу объясняю, что я вот послан Богом вас наставлять. Но он немножко верующий. Он соглашается с этим. Я его регулярно наставляю. Но вот вам я такое не сообщаю. Вы не поверите все равно. Вы, наверное, артисты злобные. А так бы я сказал, что я вот как Архангел Михаиловцов послан вам сюда. Наставлять вас в области культуры, морали, нравственности, права и других категорий социальной философии. Так что это вот особая область культуры. Очень сложная. Очень сложная. И в ней, как бы, классовая борьба засыпает. Прогрессивный класс выбирает в себя все достижения всех эпох. Кто бы их не создавал, эти достижения, и при каких обстоятельствах не создавал. Правильно? Реакционный класс, даже уже он перед какой-то дальнейшей эпохой, он начинает возвращаться к тому, что уже отброшено человечеством. Пройдено человечеством. Ну вот сколько было объявлений там, колдун, Валера, звоните. Если вам никто не помог, звоните колдуну. Конференции колдунов созываются. Или есть, например, секта пятидесятников, трясунов. Или вот свидетели, я вот с ними лично имел дело, с этими свидетелями. Сейчас у них все отобрали и разогнали. И разогнали саентологию, так называемую. Саентология, знаете, такая есть религия, которая маскируется под науку, потому что саентология, ну, если переводить буквально по-английски, читать, сайенс – это наука, а логос – это знание. Научное знание, саентология. И вот люди там деньги большие собирают, и, так сказать, эта вот организация очень много народа обобрала. Ее закрыли. А вот этих свидетелей Еговы закрыли, и их зал конгрессов, здание такое для конгрессов, которое на Каламярском шоссе передали медицинскому центру северо-западному Алмазово, которое лечит, так сказать, людей от всяких сердечных заболеваний, заболеваний крови и так далее. Вот, а я имел счастье побеседовать со свидетелями Еговы на субботнике в Ульянов. Вот, приходят две тетеньки, книги у них такие большие, много, и начинают рекламировать эти книги нашим товарищам. Все говорят, идите, вот там, Михаил Васильевич, он Библию читал, и ко мне направили. Они ко мне приходят, спрашивают, здравствуйте, по-доброму, здравствуйте, а вы Библию читали? Я говорю, да, прочитал, все, а вам понравилось? Ой, очень, такая книга глубокая, интересная, исключительно. А я говорю, а вы кто? А мы свидетели, Геговы. А что, говорю, и видели его? Нет, не видели. Я говорю, так ты вы это дал же свидетели. А не книжки в охапку и бежать. Так что, ну, у нас есть культура же с вами, мы же знаем, как разговаривать с людьми, чтобы они были, так сказать, правильно понимали. Что это? Нам уже свидетельства не надо. Но это было раньше, а теперь их закрыли. Но я раньше их как бы для себя закрыл, чем государство. Государство немножко задержалось, но оно все равно сделало это дело. Если кто будет говорить, что буржуазное государство ничего хорошего не делает, ну, так нельзя. Это не диалектично и не научно. Для государства буржуазное много хорошего делает. Ну, много не хорошего, но много и хорошего. Ну, так, а есть хоть один человек, который делает только хорошее? Есть? Ну, встаньте, встаньте, покажитесь, кто такой есть. Никто не встает. Ну, что же вы такие собрались? А потому что вы собрались такие, как я. Я, если вы ко мне такое придетесь сказать, а если вы только хорошие девушки, ну, вставайте, Михаил Васильевич, а я сижу. Научились вопросы задавать, потом ничего не сделаешь. Ну, вот, я думаю, что кратко, если мы, поскольку это ваш очень должен интересовать вопрос о культуре, он прямо относится к вашей специальности, но важно, чтобы, если люди спросят, да что такое культура, вот как она вот сразу раз и ответила. Это же приятно. Ну, как-то приятно, когда вот сидишь, думаю, сейчас спрошу, они делают такие глаза, а ты, да, это элементарно, раз и отвечай. Или вот, как вы вначале, сразу начали, раз и сказали. Определение. Это очень хорошо. Так, я считаю, занятия у нас как прошли. На высоком, теоретическом, методическом, методологическом и педагогическом уровне. Благодарю вас за активное участие в усвоении материала. Спасибо за внимание. До заключительных наших занятий через неделю. И там мы с вами и завершим всё. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.